МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день с 9 утра они здесь убирают мусор. Но для подростков не важно, что делать, главное, чтобы за это платили. Отряды мэра самый надежный способ получить деньги. Правда, здесь доход ограничен условиями. По три часа в течение 10 дней. Таких периодов всего 4 за лето. Эля работает уже второй год. И второй год все 4 смены. Таких, как она, много. У каждого своя цель заработка. Я работаю, потому что хочу накопить деньги на новый телефон. Да, получается, уже половину накопила. Каждое лето создается все больше детских рабочих мест, но желающих тоже меньше не становится. Не то чтобы дети хотят работать, они хотят зарабатывать. Второй год подряд Алексей Некрасов устраивается летом на работу. Занимается уборкой улиц в микрорайоне Антипина. Вакансию предоставила строительная компания, которая в том числе ответственна и за благоустройство. Фирма трудоустраивает подростков регулярно. Мы хотим объяснить вот этим образом, таким образом детям, что зарабатывать деньги не так легко. И просить у родителей тоже нельзя постоянно. Это хорошая на самом деле возможность. Во-первых, дети понимают труд. Во-вторых, они что-то зарабатывают. За 10 рабочих дней при смене в 2 часа на руки 2,5 тысячи рублей. И вопроса, куда их потратить, у школьников не возникает. Следит за подростками учитель из местной школы. И как педагог в такой деятельности молодежи видит еще и нравственный смысл. Эти дети родились в этом поселке. И это как их маленькая родина, можно сказать. Красота поселка тоже немало важна. Потому что если ребенок что-то сделал своими руками, он, наверное, плохого в своем поселке потом и делать не будет. А может быть, еще и другого остановит. Уборщики – самое распространенное направление. По нему больше всего вакансий как от бюджетных организаций, так и от частных предприятий. Каждый год через центр занятости проходит около 11 тысяч подростков. Прежде всего это профессии рабочие. Такие как подсобный рабочий, садовник, рабочий по благоустройству населенных пунктов. Есть и другая тенденция. Предложения работодателей становятся все интереснее. Все больше стало заявляться вакансий помощников-экскурсоводов, помощников-культ-организаторов, библиотекарей, делопроизводителей. Спортивных организаторов. На эти вакансии ребята идут с большим удовольствием. Но, конечно, количество пока не удовлетворяет все потребности по этому направлению. В Боровском, например, детям из школы искусств предприниматель заказал рекламный арт-объект. Художники отработали положенное время, выполнили проект. Заказчик остался доволен. Мы с ними обговорили, так сказать, фронт работы, чем они могут нам быть полезны. У них были, так сказать, художественные навыки. Интересно им было поработать в плане, так сказать, какую-то рекламу внешнюю, что-то, так сказать, какое-то творчество. Вот. Мы нашли концепцию, и они ее воплотили вот у нас здесь, в нашей территории. А в Тюмени предложили подросткам попробовать себя в роли воспитателя. В этом году в детские сады города трудоустроилось почти 500 человек. Все по-взрослому. Медосмотр, трудовая книжка и четкие должностные инструкции. Зарплата варьируется. В среднем за месяц школьник получит около 7 тысяч рублей. Вот в главной роли девятиклассница из соседнего лицея этим летом Алена Парфенова стала официальным сотрудником детского сада. Хотела проработать с бумагами, но режиссерский талант пригодился в старшей группе. Алена и сама сюда ходила. Теперь на все взглянула по-новому. Это оказалось труднее, чем я думала. Я сначала думала, что самое трудное – это разбирать бумаги. Но когда смотришь на всех этих детей, которые вечно просят у тебя что-то, вечно что-то надо, вечно хотят с тобой поиграть, ну вот как бы уже с ног сбиваешься. А еще в детских садах были открыты вакансии делопроизводителей и уборщиков помещений. Однако больше всего подростки любят работать с детьми. У Дарьи Романовой уже есть опыт. Она помогала маме с младшим братом. К детским капризам относятся философски. Они не специально делают, когда падают или дерутся. Это они, может, за какой-то игрушки могут подраться. Это не специально, потому что они могут что-то не поделить. Их надо учить, чтобы они все делили. Летнее трудоустройство детей – это в первую очередь не желание дать им возможность заработать, а возможность их занять. Например, здесь, в Держинце, каждый год трудятся сложные подростки. Несколько направлений. Кто-то помогает педагогам и делает наглядный материал. Кто-то осваивает азы ремонта. Работу кураторы рассматривают в первую очередь как воспитательный процесс. Они учатся работать как руками, так и головой. У меня вот, значит, Дима Вележанин, так он после того, как начал подготавливать покраски, попросил шпатель, чтобы наконец дома сделать дверь. И мне было приятно, я был приятно удивлен. А дети уже посчитали, на что потратят деньги. Куплю штаны себе, лепень, кроссовки, носки. И маме денег дам еще останется. Одежду куплю. Можно отдохнуть, съездить там куда-нибудь. На 2700? Да. Куда можно съездить на 2700? Не знаю. В какой-нибудь центр сходить, какие-нибудь вещи купить. Ну так. Дети получают деньги, взрослые занимают детей. Плюс это своего рода профориентация. В Тюменском районе администрация попросила компании организовать рабочие места для школьников. Многие пошли навстречу. Работают по тем же правилам. Ограниченный период и три часа в день. У фирм есть свой личный интерес в таких помощниках. Поработают они, понравятся. Может придут к нам на работу. Нам нужны работники. Не хватает кадров, и мы уже им забрасываем удочки, что приходите. Будем обучать их серьезному делу. Сейчас у нас самолет набирает скорость. Московские гости меняют профессию. Если бы в детстве Натальи Стечкум были такие тренажеры, может быть она стала пилотом. Но сейчас, как сотрудник управления содействия занятости, в восторге от такого интерактива. Все начиналось в 2014-м. И тогда были только планы. Но уже через год появилось все необходимое оборудование. И сколько сегодня здесь профессии, не могут сказать даже сотрудники центра профориентации. Ясно одно, количество специальностей здесь уже исчисляется сотнями. В трудоустройстве молодежи профориентация – одно из самых перспективных направлений. Эту работу начинать надо с детского садика. Как собрать какой-то кубик, что этот кубик даст в последующем. То есть надо людей с малого возраста готовить к профессии. И здесь делают все, чтобы выбрав специальность сейчас, человек не стал клиентом центра занятости потом. Каждую субботу проводят День семьи. Школьникам и родителям рассказывают о перспективных направлениях и новых технологиях. Мы показываем все сферы экономики, знакомим с профессиями любого уровня, даем ребенку понять, где можно получить ту или иную специальность и как можно развиваться в этой профессии, какими компетенциями она может дополняться и какими будет дополняться в ближайшем будущем. Развитие промышленности отражается вообще на нестандартных каких-то введениях, на новых компетенциях, которых не было раньше. Сетевые врачи у нас сейчас появились, сетевые юристы. То есть такого не было. Есть такая профессия появилась в атласе по профессии, как семантизатор опыта. То есть вот об этом мы тоже можем говорить. То есть это профессии, которые будут развиваться в перспективе 20 лет. Профессии не исчезают внезапно и не появляются внезапно. То есть они либо трансформируются, либо появляются с новым производством. Между тем многие профессии вымирают. Уже сейчас почти исчезли кассиры под ударом из-за развития соцсети журналисты. И в будущем многие профессии просто исчезнут. Это все, что подается автоматизации. То есть все, что ты можешь передать в систему, проанализировать. Будь то администраторы, да, будь то страховые агенты, будь то аналитики. Вот это, в принципе, все, где, в общем, сильно надо подумать, выбирать ли эту профессию. Впрочем, у современных детей и так совсем другие мечты. И совсем неожиданные ответы на вопрос, кем хочешь стать в будущем. Ему всего шесть. Его кумиру тоже Матвей открыл для себя мистера Макса не так давно. Но теперь ни дня не проходит без Ютуба. Семья из Одессы прославилась в интернете на своих детях. Они делают обзоры игрушек, пробуют невероятные сочетания продуктов, рассказывают о своих путешествиях. У Матвей еще нет даже своего телефона с камерой, но уже есть мечта. Я тоже, как мистер Макс, хотел снимать ролики, выкладываться. Но папа мне не разорешил, потому что он боится за мамин телефон. Сегодня видеоблогеров тысячи, и у них миллионы поклонников. В основном школьники. Сергей Степанов работал волонтером на одном из крупных фестивалей знаменитых ютуберов. Иван Гай, Саша Спилберг. Посмотреть на них выстроилась очередь из подростков. Так получилось, что отменили автограф-сессию, и девочки со слезами на глазах умоляли меня позвать к ним Иван Гая или Сашу Спилберг. Для всех этих детей эти блогеры, они кумиры. То есть даже круче, чем любая звезда. Раньше все дети хотели стать врачами, милиционерами, пожарными. Но меняется время, меняются идеалы. Конечно, инженерные рабочие специальности и востребованы, и престижны. Но мечта стать популярным видеоблогером. Сегодня сродни мечте советских детей стать космонавтом. И все стремятся покорить интернет. С одной стороны, для этого не нужно ничего, а с другой нужна идея. Многие очень считают, что вообще это работой не называют. Хотя там, на самом деле, это требует очень большого времени. То есть тебе надо как-то на фоне всех остальных выделяться. То есть, значит, ты должен либо удивлять чудесами монтажа видео, либо своими мыслями по тому или иному поводу. Одни рассказывают о своей жизни, другие ставят опыты. Теперь протыкаем наш ремонт на секси-классе. Ну, у него вообще разные темы. То есть, ну, в основном он какие-то ставит эксперименты. У этих подростков свои видеолюбимчики. Они знают историю успеха почти всех топовых блогеров. Кто на чем заработал популярность, у кого больше лайкеров, а кому успех принесли хейтеры. Ну, раньше становились ими, потому что это интересно, то есть было людям, а им нравилось это все снимать. Они показывали свое творчество, видео. Вот. А сейчас, наверное, большинство туда идет только из-за денег, потому что, в принципе, там очень можно прилично заработать. И прославиться. На тот же фестиваль ютуберы, которым нет еще и 20 лет, приехали с личными охранниками. Новое время, новые дети в свои 14-15 лет. Они четко знают. Работа, чтобы зарабатывать. Сейчас их желание ограничено количеством рабочих мест и возрастом. Андрей Еременко сам ходил по организациям и предлагал свои услуги промоутера. Но мечты о богатстве разбились о законах. Ты стоишь там, например, час, тебе дают сотку. То есть, если ты стоишь пять часов, там дадут 500 рублей. Ну, типа, по времени максимум можно заработать мне три часа и только три сотни в день. Дети любят деньги. И это нормально, констатируют психологи. Госдума по поручению президента определяет статус самозанятых граждан. Люди, работающие сами и на себя, но без статуса предпринимателя. И уже сейчас минимальный возраст для них начинается с 16-ти. А есть предложение уменьшить его до 14-ти лет. Если возраст для самозанятых и для индивидуальных предпринимателей будет понижен где-то до 14-ти лет, то да, мы можем получить целое поколение, которое хочет быть самодостаточным, самостоятельным. Собственно, мне очень нравится современная молодежь. Они не хотят быть нахлебниками, они не хотят сидеть на шее у родителей. Примеры успешных подростков уже есть не только в столице или интернете. Вот, вполне реальный бизнес. Его владелец работать начал еще в школе. В 18-е открыл свое дело. И случаи не единичные. Даниилу Шушарину едва исполнилось 17-ти. Его компания уже зарабатывает миллионы. Тюменский школьник разработал свое интернет-агентство недвижимости, получил грант от правительства области и стал первым ребенком-бизнесменом. Первым, но уже очевидно, что не последним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова